Драгунские девочка на шаре в сокращении. И вот мы пришли всем классом в цирк. Мне сразу понравилось, что он пахнет чем-то особенным, и что на стенах висят яркие картины, кругом светло, и в середине лежит красивый ковёр, а потолок высокий, и там привязаны разные блестящие качели. И в это время заиграла музыка, и все кинулись рассаживаться, а потом накупили эскимо и стали есть. И вдруг из-за красной занавески вышел целый отряд каких-то людей, одетых очень красиво в красные костюмы с жёлтыми полосками. Они встали по бокам занавески, и между ними прошёл их начальник в чёрном костюме. Он громче и немножко непонятно что-то прокричал, и музыка заиграла быстро, быстро и громко, и на арену выскочил артист-жонглёр, и началась потеха. Он кидал шарики по десять или сто штук вверх и ловил их обратно, а потом схватил полосатый мяч и стал им играть. Он и головой его подшивал, и затылком, и лбом, и по спине катал, и каблуком наподдавал, и мяч катался по всему его телу, как примагниченный. Это было очень красиво. И когда жонглёр убежал за занавеску, мы долго не могли успокоиться. И тут на арену выкатили огромный голубой шар, и дядька, который объявляет, вышел на середину и что-то прокричал неразборчивым голосом. Понять нельзя было ничего, и оркестр опять заиграл что-то очень весёлое, только не так быстро, как раньше. И вдруг на арену выбежала маленькая девочка. Я таких маленьких красивых никогда не видел. У неё были синие-синие глаза, и вокруг них были длинные ресницы. Она была в серебряном платье с воздушным плащом, и у неё были длинные руки. Она ими взмахнула, как птица, и вскочила на этот огромный голубой шар, который для неё выкатили. Она стояла на шаре, и потом вдруг побежала, как будто захотела спрыгнуть с него. Но шар завертелся под её ногами, и она на нём вот так, как будто бежала, а на самом деле ехала вокруг арены. Я таких девочек никогда не видел. Все они были обыкновенные, а это какая-то особенная. Она бегала по шару своими маленькими ножками, как по ровному полу. Голубой шар вёз её на себе. Она могла ехать на нём и прямо, и назад, и налево, куда хочешь. Она весело смеялась, когда так бегала, как будто плыла. И я подумал, что она, наверное, есть дюймовочка такая. Она была маленькая, милая и необыкновенная. В это время она остановилась, и кто-то ей подал разные колокольчатые браслеты, и она надела их себе на туфельки и на руки, и снова стала медленно кружиться на шаре, как будто танцевать. И оркестр заиграл тихую музыку, и было слышно, как тонко звенят золотые колокольчики на девочкиных длинных руках. И это всё было, как в сказке. И тут ещё потушили свет, и оказалось, что девочка вдобавок умеет светиться в темноте. И она медленно плыла по кругу и светилась. Извенела, это было удивительно. Я за всю свою жизнь не видел ничего подобного. И когда зажгли свет, все захлопали и завопили «Браво!». Я тоже кричал «Браво!». А девочка соскочила со своего шара и побежала вперёд, к нам поближе. И вдруг на бегу перевернулась через голову, как молния. И ещё, ещё раз, и всё вперёд. И мне показалось, что вот сейчас она разобьётся о барьер. И я вдруг очень испугался и вскочил на ноги, и хотел бежать к ней, чтобы подхватить её и спасти. Но девочка вдруг остановилась, как вкопанная, раскинула свои длинные руки. Оркестр замолк, и она стояла и улыбалась. И все захлопали изо всех сил и даже застучали ногами. И в эту минуту эта девочка посмотрела на меня. И я увидела, что она увидела, что я её вижу, и что я тоже вижу, что она видит меня. И она помахала мне рукой и улыбнулась. И я опять захотел подбежать к ней. И я протянул руки. А она вдруг послала всем воздушный поцелуй и убежала за красную занавеску, куда убегали все артисты. И на арену вышел клоун со своим петухом и начал чихать и падать. Но мне было не до него. Я всё время думал про девочку на шаре. Какая она удивительная, и как она помахала мне рукой и улыбнулась. И больше уже ни на что не хотел смотреть. Наоборот, я крепко зажмурил глаза, чтобы не видеть этого глупого клоуна с его красным носом. Потому что он мне портил мою девочку. Она всё ещё мне представлялась на своём голубом шаре. А после антракта выступали львы. И мне не понравилось, что укоротитель всё время таскал их за хвосты, как будто это были не львы, а дохлые кошки. Он заставлял их пересаживаться с места на место или укладывал на пол. Редком и ходил по львам ногами, как по ковру. А у них был такой вид, что им не дают полежать спокойно. Это было неинтересно, потому что лев должен охотиться и гнаться за бизоном в бескрайних ампасах. И оглашать окрестности грозным рычанием, приводящим трепет туземное население. А так получается не лев, а просто я сам не знаю что. И когда представление закончилось, и мы пришли домой, я всё время думал про девочку на шаре. А вечером папа спросил, ну как, понравилось в цирке? Я сказал, папа, там в цирке есть девочка, она танцует на голубом шаре, такая славная, лучше всех. Она мне улыбнулась и махнула рукой. Мне одному, честное слово, понимаешь, папа, пойдём в следующее воскресенье в цирк, я тебе её покажу. Папа сказал, обязательно пойдём, обожаю цирк. А мама посмотрела на нас обоих так, как будто увидела в первый раз. И началась длиннющая неделя. Я ел, учился, вставал, ложился спать, играл и даже дрался. И всё равно каждый день думал, когда же придёт воскресенье, и мы с папой пойдём в цирк. Я снова увижу девочку на шаре, покажу её папе, и, быть может, папа пригласит её к нам в гости. И я подарю ей пистолет-браунинг и нарисую корабль на всех парусах. Но в воскресенье папа не смог идти. К нему пришли товарищи. Они копались в каких-то чертежах и кричали, курили, пили чай и сидели допоздна. И после них у мамы разболелась голова. Папа сказал мне, следующее воскресенье, даю клятву верности и чести. И я так ждал следующего воскресенья, что даже не помню, как прожил ещё одну неделю. И папа сдержал своё слово. Он пошёл со мной в цирк и купил билеты во второй ряд. И я радовался, что мы так близко сидим, и представление началось. И я начал ждать, когда появится девочка на шаре. Но человек, который объявляет, всё время объявлял разных других артистов. И они выходили и выступали по-всякому. Но девочка всё не появлялась. А я прямо дрожала от нетерпения. Мне очень хотелось, чтобы папа увидел, какая она необыкновенная в своём серебряном костюме с воздушным плащом. И как она ловко бегает по голубому шару. И каждый раз, когда выходил объявляющий, я шептал папе. Сейчас он объявит её. Но он, как назло, объявлял кого-нибудь другого. У меня даже ненависть к нему появилась. И я всё время говорил папе. Да ну его! Это ерунда на постном масле. Это не то. Но тут вышел объявляющий своим глухонемым голосом крикнул. Антракт! Я просто ушам своим не поверил. Антракт! А почему? Ведь во втором отделении будут только львы. А где ж моя девочка на шаре? Где она? Почему она не выступает? Может быть, она заболела? Может быть, она упала? У неё сотрясение мозга? Я сказал. Папа, пойдём скорее узнаем, где же девочка на шаре? Папа ответил. Да-да, а где же твоя эквилибристика? Что-то не видать. Пойдём-ка купим программку. И мы пошли в коридор. Там толклось много народу. И продавались конфеты и вафли. И на стенах висели фотографии разных тигриных морд. И мы попродили немного и нашли, наконец, контролёршу с программками. Папа купил у неё одну и начал просматривать. А я и не выдержала, спросил у контролёрши. Скажите, пожалуйста, когда будет выступать девочка на шаре? Какая девочка? Папа сказал. В программке указана эквилибристика на шаре Воронцова. Где она? Я стоял и молчал. Контролёрша сказала. Ах, вы, братанечку Воронцову. Уехала она, уехала. Что ж вы поздно хватились? Я стоял и молчал. Папа сказал. Мы уже две недели не знаем покоя. Хотим посмотреть эквилибристику Воронцову. А её нет. Контролёрша сказала. Да она уехала вместе с родителями. Родители у неё бронзовые люди. Два, я ворс, может, слыхали? Очень жаль. Вчера только уехали. Я сказала. А куда неизвестно? Она сказала. Во Владивосток. Вот куда далеко Владивосток. Я знаю, он помещается в самом конце карты от Москвы направо. Я сказала. Какая дара? Контролёрша вдруг заторопилась. Ну, идите, идите на места, уж гасит свет. Папа подхватил. Пошли, Дениска, сейчас будут львы. Косматы рычат ужас. Бежим смотреть. Я сказал. Папа, пойдём домой, папа. Он сказал. Вот так раз. Контролёрша засмеялась. Но подошли к гардеробу. Я протянул номер, и мы оделись и вышли из цирка. Мы пошли по бульвару, шли так довольно долго. Потом я сказал. Владивосток – это на самом краю карты. Туда, если поезда, целый месяц проедешь. Папа молчал. Ему, видно, было не до меня. Мы прошли ещё немного. Я вдруг вспомнил про самолёт и сказал. А на ту 104 три часа и там. Но папа всё равно не ответил. Он крепко держал меня за руку. Когда мы вышли на улицу Горького, он сказал. Зайдём в кафе мороженое. Смутузим по две порции, а? Я сказал. Не хочется что-то, папа. Там подают воду. Называется Кахетинская. Нигде в мире не пил лучше воды. Я сказал. Не хочется, папа. Он не стал меня уговаривать. Он прибавил шагу и крепко сжал мою руку. Мне стало даже больно. Он шёл очень быстро. Я еле-еле поспевал за ним. Отчего он шёл так быстро? Почему он не разговаривал со мной? Мне захотелось на него взглянуть. Я поднял голову. У него было очень серьёзное и грустное лицо.